150 тонн рыбы в сутки способны вылавливать и тут же перерабатывать Траулер, процессор, капитан Гейлер Судно спустили на воду только что на судостроительном заводе Северная Верфь Оно само похоже на большую и красивую черно-белую рыбу Мой коллега Александр Чуев в этом убедился, он выходит на прямую связь со студией Александр, расскажите поподробнее о церемонии Да, коллеги, мы только что стали свидетелями очень красивой церемонии Северная Верфь спустила на воду первый из 10 серийных траулеров-процессоров капитан Гейлер Док, в котором он стоял, немного отбуксировали, а затем затопили На самом деле его продолжают немножко затапливать Но как только корпус коснулся воды, по традиции об него разбили бутылку шампанского Капитан Гейлер довольно большое рыбопромысловое судно Его длина более 80 метров Оно отправится в Северную Атлантику и займется ловом трески, пикшей и других богатств океана Хотя траулеров пустили на воду, работы по его строительству еще не закончены Впереди завершение формирования корпуса, монтаж крупного оборудования и инженерных сетей Сдача заказа намечена на начало 2020 года Как заявляют создатели, отечественные инженеры, новый траулер – одно из самых современных рыболовецких судов в мире На борту установят уникальную фабрику полной переработки рыбы Она будет производить разные продукты, например, свежее филе без предварительной заморозки Как шутил классик первой свежести Кроме того, на фабрике наладят выпуск консервов из печени трески Но главное, все отходы перемолят в рыбную муку Основная концепция – это безотходное производство То есть использовать максимальный объем вылова Будет производиться рыбное филе Будет производиться рыба замороженная Будет производиться рыбные консервы Из отходов, которые возникают при переработке рыбы Будет производиться рыбная мука То есть фактически за борт ничего выбрасываться не будет И максимально будет обеспечиваться эксплуатация всего вылова Да, вы, коллега, не подсказывает, что я немного оговорился Действительно, сдача намечена на начало 2022 года На судне оборудуют автоматизированную систему хранения морепродуктов Она существенно сэкономит силы экипажа во время выгрузки готового товара Кроме того, траулеры этого проекта обладают повышенной энергоэффективностью Тепло от главного двигателя не рассеивается Его направят на обогрев помещений А лебедки работают как генераторы электричества Таким образом, электричество тоже используют И тем самым экономят топливо, коллеги Северные верфи, мой коллега Александр Чуев Редактор субтитров А.Семкин